Вашему вниманию я хотела бы сегодня представить доклад по теме, которую уже назвала Екатерина Александровна. В начале нашего доклада мне хотелось бы представить видеоролик, который включает в себя предбиопсийную МР-разметку очага. То есть, что мы должны сделать перед тем, как выполнить биопсию. Укладка пациента для разметки при фьюжн-биопсии молочной железы отличается от стандартной укладки. Пациент ложится на спину. Рука пациента заведена за голову со стороны исследуемой молочной железы. В противоположную руку устанавливается инфузионный катетер для динамического контрастного усиления. На молочной железе пациента закрепляются 4 МР-контрастные метки на 12, на 3, на 6 и на 9 часах условного циферблата. Устанавливается боди-катушка, покрывающая всю поверхность исследуемой молочной железы. Начинается сканирование. Локалайзер устанавливается на область исследуемой молочной железы. Доконтрастное сканирование производится в двух взаимно перпендикулярных плоскостях – аксиальной и сагитальной – в режиме Т2 взвешенных изображений. Затем выполняется доконтрастное сканирование в аксиальной и сагитальной плоскостях – в режиме Т1 взвешенные изображения с жироподавлением. Болюсно вводится годолиниум, содержащий контрастный препарат. Динамическое контрастное усиление производится в аксиальной плоскости. Затем выполняется сканирование в сагитальной плоскости в режиме Т1 взвешенных изображений с жироподавлением. давлением. Для более наглядной картины используются субтракционные изображения. По окончанию исследования метки остаются на молочной железе пациента. Пациент отправляется на следующий этап – УЗИ с последующей биопсией. При анализе полученных данных используются постконтрастные изображения в аксиальной и сагитальной плоскостях. Оценивается локализация патологического гиперваскулярного участка по отношению к соску и к коже, а также к МР-контрастным меткам. Для последующей фьюжн-биопсии используются серии с динамическим контрастным усилением с наилучшей визуализацией патологического очага в аксиальной проекции и постконтрастная серия в сагитальной проекции. После того, как выбраны нужные серии сканирования, все данные МРТ записываются на CD-диск и загружаются в УЗИ-аппарат. Говоря о подозрительных на злокачественное образование, как уже говорилось в прошлых докладах, мы необходимы выполнить верификацию этого образования с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. Для этого важным фактором является адекватное взятие материала. Опять же, как уже говорилось, существует несколько методов визуализации непальпируемых образований в ходе биопсии. Это может быть УЗИ-контроль, достаточно рутинное исследование, выполняется быстро, мобильное исследование. Однако не все образования видны при УЗИ-исследовании. Может выполняться маммографический контроль, в частности, мамотест. Эта методика применяется реже, занимает больше времени, однако является золотым стандартом при наличии микрокальцината в молочной железе. Реже используется МР-контроль для визуализации биопсируемого очага. Однако эта процедура занимает много времени. Несомненно, у каждой из методик имеется ряд минусов и недостатков. В свою очередь, если мы говорим о МРТ-контроле, то это крайне дорогостоящая процедура, длительная, требующая высокой профессиональной квалификации того, кто выполняет эту процедуру, как говорил Михаил Львович в предыдущем докладе. Альтернативной методикой проведения биопсии участков, визуализируемых исключительно на МРТ, является фьюжн-биопсия. Фьюжн-биопсия – это методика, позволяющая синхронизировать изображение различных модальностей с УЗИ-картины в режиме реального времени и получить визуализацию патологического очага с последующим выполнением биопсии под совмещенным наведением. Хотелось бы немножко окунуться в научную часть. Фьюжн-биопсия не является чем-то новым и неизученным. На данный момент имеется множество публикаций по данной теме, однако большинство из них относятся к фьюжн-биопсии предстательной железы. Данная методика позволила совместить наилучшую визуализацию, чувствительность и специфичность такого метода, как МРТ, в диагностике малых форм рака предстательной железы и доступность метода УЗИ для выполнения биопсии. На данный момент эта методика фьюжн-биопсия предстательной железы включена практически во все медицинские центры, которые занимаются лечением и диагностикой злокачественных образований предстательной железы. Несмотря на то, что львиная доля приходится на публикации именно по простате, изначально методика предлагалась для диагностики очаговых образований печени. И на данный момент также проводятся множественные исследования в этой области. Если мы говорим о фьюжн-биопсии молочной железы, то на данный момент мы имеем достаточно скудное представление об этой процедуре. Первые статьи появляются достаточно давно, в девятом году. Группа исследователей из Японии впервые начинает применять эту методику для верификации образований, визуализируемых исключительно по МРТ. Затем продолжаются исследования в Сеуле, в Корее. Там исследуется именно сама методика, то есть точность наведения. Появляются работы к 2014 году в Испании. В этих работах группа исследователей оценивает не только первичные образования молочной железы, но и сомнительные по результатам МРТ лимфатические узлы. И также в Сеуле группа исследователей предлагает фьюжн-биопсию как секонд-лук образований, выявленных по результатам МРТ, однако не выявленных по результатам первичного УЗИ. И одна из последних работ – это предложение предложение использовать фьюжн-совмещение двух методик для предоперационной разметки очага, невизуализируемого любыми другими способами, кроме как МРТ. Несомненно, как и у других методик, фьюжн-биопсия имеет свои показания и противопоказания. Основное показание к выполнению фьюжн-биопсии – это наличие визуализируемого только по МРТ очага категории Байратс-4 и Байратс-5. Противопоказания схожи с противопоказаниями для выполнения МРТ, однако если мы говорим о других модальностях, единственным абсолютным противопоказанием является наличие кардиостимулятора, так как при совмещении данных МРТ и УЗИ используется приставка с генерируемым магнитным полем. Методика сканирования была рассмотрена в видеоролике. Далее, после того, как выполнено сканирование, записываются на диск нужные серии. Диск вставляется в УЗИ-аппарат и затем с помощью технических характеристик этого УЗИ-аппарата происходит сопоставление и разметка очага. Далее происходит совмещение реконструированной МР-картинки, которая движется в реальном времени, и картинки УЗИ. Как только врач понимает, что он тщательно соединил картинку МРТ и картинку УЗИ, выполняется прицельная биопсия и отправляется на гистологическое исследование. Теперь мне хотелось бы остановиться на ряде клинических наблюдений. Пациентка 64 лет при выполнении МРТ, при выполнении маммографии у нее был выявлен участок с неровными, нечеткими контурами небольших размеров. По УЗИ данный участок не визуализировался. Было принято решение о выполнении маммотеста. Однако по результатам маммотеста была получена ткань молочной железы. Лечащим врачом было назначено выполнение МРТ. По данным МРТ мы видим гиперваскулярный кистозный участок с неровными, нечеткими контурами, который был расценен как категория Байратс-4, предположение на муцинозную карциному молочной железы с учетом МР-характеристик. Пациентка, видимо, с учетом данных маммотеста, проигнорировала заключение МРТ и выполнила МР-контроль через полгода. Образование увеличилось в размерах. В связи с отсутствием визуализации по данным УЗИ, отрицательными результатами гистологии по данным маммотеста было принято решение о выполнении фьюжн-биопсии, по результатам которой гистологически была верифицирована папиллярная кистозная пакриновая метаплазия эпителиопротоков. Размеры удаленного узла соответствовали данным МРТ. При контрольном исследовании после оперативного вмешательства по МРТ мы видим, что выявленное ранее образование было полностью удалено. Следующее клиническое наблюдение. Пациентка 55 лет с достаточно плотной тканью молочной железы в рамках скрининга выполнила маммографию, по результатам которой ретромаммарно выявлялось скопление микрокальцинатов. Через год данное скопление увеличилось в размерах, количество кальцинатов выросло. Однако с учетом локализации ретромаммарно в выполнении маммотеста было отказано. По результатам УЗИ данное образование не визуализировалось. По результатам МРТ в молочной железе выявлялось три гиперваскулярных участка с признаками рестрикции диффузии. Данные участки были расценены как категория БАРАЦ-4 предположение на внутрепротоковую карциному инситу. Была выполнена фьюжн-биопсия, по результатам которой в трепанбиоптате была получена инвазивная неспецифицированная карцинома правой молочной железы. В предоперационном этапе было выполнено два исследования. Аффект КТ и мамолимфосцинтиграфия, по которым выявлялось только два образования. Пациентке была выполнена секторальная резекция правой молочной железы. И гистологически была выявлена дольковая карцинома инситу с наличием трех узлов. Следующее клиническое наблюдение. Пациент с 46 лет с жалобами на болезненность в левой молочной железе, с янтарными выделениями обратилась в наш центр. Была выполнена маммография, по результатам которой не было выявлено никаких отклонений. И было выполнено ультразвуковое исследование. Также была визуализирована ткань нормальной молочной железы без патологических очагов. В связи с чем пациентка выполнила МРТ, по результатам которого мы видим достаточно большое гиперваскулярное образование, расположенное вдоль протоков, с неровными, нечеткими контурами, с признаками рестрикции диффузии, крайне подозрительное на злокачественное, в связи с чем была выставлена категория 4. И в связи с тем, что образование располагалось вдоль протоков, вдоль расширенных протоков, было предположено, что это DCIS. В результате была выполнена фьюжн-биопсия, по результатам которой гистологически была выявлена внутри протоковая папиллома. Подводя итог, мне хотелось бы сказать, что несмотря на то, что фьюжн-биопсия – это достаточно трудоемкое исследование, требующее высокой квалификации специалистов, которые это выполняют, и это всегда работа в команде, однако эта методика может быть альтернативной методикой выполнения биопсии, более щадящей для пациента, нежели выполнение биопсии под контролем МРТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!